Народники МИР с недавнего времени добывают не только алмазы, но и железо, а точнее металлолом, который попадает в руду непосредственно в шахте. Для этого над конвейером, по которому порода поступает на склад, установили магнитную ловушку. Подробнее Лариса Удовенко. Вот так, не спеша, сокровища якутских недр отправляются по ленте конвейера на склад руды. В каждой тонне сырья несколько граммов алмазов. Из десяток килограмм железа. Шахта вся наполнена железом, различными механизмами, и также металлическое крепление. Поэтому в горную массу, в руду иногда попадают и гайки, и части армировки, части креплений, различные металлические предметы. Присутствие железа в руде стало проблемой год назад. На фабрике номер три запустили новую волково-зубчатую дробилку. Аппарат, который измельчает руду с подземного мира, оказался чувствительным к посторонним железным примесям. Даже если есть маленькие части металла, или либо большие, большие они влияют на поломку оборудования, также на сохранность алмазов. А большие же куски, они влияют на то, что вызывают поломку оборудования и длительные простые фабрики. Проблему горники решили оперативно. Магнитные ловушки установили и на фабричных, и на рудничных конвейерах. На мере впоследствии магнит уже заменили на более мощный. Я думаю, что коэффициент извлечения очень большой, хотя какие-то части, конечно, еще мы ездим. Нас приглашает иногда третья фабрика и показывает, что проходит. Но в основном процентов 95-7 мы улавливаем. Контейнер для подземного металлолома наполняется каждую смену. Среди ржавой проволоки и непонятных железок работники участка шахтных подъемов иногда находят и пригодные для производства детали. Например, зубья от шарошек, которыми проходческий комбайн нарезает руду. Их сразу отдают на добычные участки. Эффект от использования железоуловителей отметили и на фабрике. Простое оборудование сократилось.